Вечная история о возвращении блудного сына. Почему, кстати, отец гораздо больше обрадовался блудному сыну, а не тому, кто был с ним всё это время вместе рядом? Потому что тот, кто был рядом, он всё понял и без приключений и происшествий. А вернулся тот, кому надо было бы помучиться, чтобы понять в жизни самое важное. Вечный сюжет о блудном сыне. Вернётся ли в братскую славянскую семью, например, Украина? Только что мы с вами говорили об этом. Я думаю, что вернётся. Блудные сыновья, которых вы увидите дальше в нашем следующем сюжете, вырастали рядом с нами. Мы их видели, мы их слышали, некоторых даже жалели. И всё-таки мы их проморгали. И они стали настоящими зверьками, которые кусаются, воруют и грабят. Безотцовщина, безотцовщина, как причина подростковой преступности. Когда вы посмотрите сюжет про сидельцев Колпинской подростковой колонии, в конце вы увидите и услышите этих пацанов. Они назовут статьи, по которым сидят, и скажут, ответят вернее на вопрос, где их отцы. И это поразительно. Их отцы либо сидят в тюрьме где-нибудь на зоне, либо убиты. Я вам скажу, что у России нет будущего, если у детей такие отцы, которые сидят по тюрьмам, либо бухают по кабакам, либо проклинают с утра до вечера жизнь и власть, или их просто нет физически. Ушли до срока. У России появится надежда на будущее, если ее блудные сыновья вернутся с огромным опытом беды и начнут делать добро. Чтобы напомнить об этом, к малолетним преступникам, в сущности детям, приехал... Какой романтизм? Детский православный кукольный театр. На зону. Кто знает, как пробиться к сердцу маленького преступника. Более двух тысяч питерских подростков состоят на учете в полиции, как склонны к правонарушениям. Это, конечно, официальные данные. На самом деле, криминал проник в подростковую молодежную среду гораздо глубже. Вот мнение детского омбудсмена в Петербурге Светланы Агапитовой. Увеличилось количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Дети вовлекаются в этот процесс группами, за что и поступают в Колпинскую воспитательную колонию. Мы также наблюдаем обострение экстремистских настроений у молодежи. Таким образом, в Колпинскую колонию попадает не самая надежная молодая поросль. Здесь и разбойники, и грабители, и даже убийцы. Представьте себе, что к таким ребятам приехали в гости актеры православного кукольного театра. Дорога ты, дорога, куда ведешь, куда, что ждет в конце дороги и радости и беда. Сегодня на сцене возвращение блудного сына. Евангельская притча повествует о сыне, который не захотел жить в доме отца и попросил свою часть имения. Отец согласился и не стал его удерживать. Сын жил распутно, в свое удовольствие, но быстро промотал все. Аналогия с забудшими сыновьями из колонии напрашивается сама собой. Даже на знаменитом полотне Рембрандта голова блудного сына стрижена, как у каторжника. Места лишения свободы, они сами по себе, но это не Диснейленд. Здесь не для развлечения построены эти сооружения, эти стены. А когда вот именно в праздник, либо по доброму хотению, скажем так, появляются вот такие вот мероприятия, они разбавляют вот эту серую жизнь. У нас работа, у нас учеба, у нас режим, у нас все непросто. А именно вот эта вот, знаете, сказка, она каждому ребенку нужна, пусть он и в местах лишения свободы. И у них есть сейчас возможность, выйдя из колонии, пойти либо по пути к Богу, либо, ну, по той дорожке, которая приведет в бездну. И, ну, у нас задача, пусть не каждому, но пусть на мгновение, но донести эту возможность, донести, прожить это чувство. Ведь спектакль, он чем от книги отличается, от лекций, тем, что все чувства человека захватываются, захвачены. А вот исконное слово, и именно вот наше русское, лубочное, вот это, знаете, родное вот это всем понятное искусство, когда вертеп в детстве, все смотрели и радовались. Почему не сейчас это все не повторить? Я очень благодарен этим людям, которые вот не забыли это все, несут к нам. Пока были деньги, блудный сын не только не думал о том, как и зачем живет, но и ни разу не вспомнил отца. Когда закончились не только деньги, но и отвернулись все мнимые друзья, только тогда блудный сын вспоминает дом отца. Он находит в себе силы победить гордость и вернуться в отчий дом. Отец, увидев раскаяние сына, сразу все простил. Заменить отца невозможно. Заменить семью, что сейчас пытаются в европейских странах, да, это бессмысленно. Мы видим очень-очень внешне похожих ребят друг на друга. А с этими полускрытыми глазами, с такими вот немножко пронзительными, это чувствуется. Но в то же время, по тому, какими они приходят и какими они уходят, это огромная разница. Это же, ну, видно, насколько они живляются. А потом, знаете, удивительно, когда обращаешься вот к ним конкретно, кому-нибудь, смотришь в глаза, и бах, тебе эти глаза навстречу открываются. И когда он общается, он потянулся на твои глаза, он ответил тебе своей реакцией, ну, это же сразу же видно, что это не преступник, это на самом деле ребенок, это на самом деле живой человек. Вспомнил очень еще раз то, что меня ждут дома, да, родные, близкие. Куда бы дорога моя ни вела, вот, домой, как бы, всегда верно то, что люди могут прощать. Наши дети не отличаются от всех остальных. Они такие же, у них такие же интересы, такие же ошибки, они совершают такие же, как и на свободе. И хотят того же, хотят мира, хотят добра, хотят учиться, в конце концов. У нас начинают учиться. Очень помогают такие спектакли, настроиться духовно, да, и больше некоторым, ну, приобщиться к Богу. Там же, ну, тоже про Бога было. Настроиться духовно, приблизиться к Богу. Так возвышенно 16-летний Рома стал говорить совсем недавно. В колонии он всего три месяца. Сидит за разбой и воровство у ночных клубов. Здешнее пребывание идет явно на пользу. В колонии не только покрестился, но и стал звонарем в часовне. Как же раз я звоню, это для меня как позвонок к Богу. Ну, это как молитва, да, вот мы перед тем, как мы начинаем звонить, мы начинаем молиться. Ну, молитва, да, а потом только звонить. И вот я молюсь, я как бы становлюсь ближе к Богу. Я когда стою на звоннице, я забываю обо всем, я забываю то, что, ну, я остаюсь с Богом. Мы далеки от иллюзии, веруя в быстрое раскаяние и последующее за ним исправление. Эти ребята, прожив на свете совсем немного, уже через многое прошли. Кстати говоря, только здесь они узнали, что такое настоящий труд. Трудом и дисциплиной тут в основном и перевоспитывают. Юные осужденные не только работают на предприятии, делают детские игрушки, но и ходят в школу, ставят спектакли и даже снимают клипы. Вот один из них. На этом видео воспитанники колонии поздравляют своих родителей с Новым Годом. Товарищи сотрудники, граждане воспитанники, желаю каждый новый день движения вперед. А если он уж попадает к нам, то моя задача как руководителя и коллектива в целом создать такие условия, чтобы он не чувствовал себя брошенным, не чувствовал себя потерянным, оторванным, отрезанным от общества, от жизни, от всего. Он здесь, он часть нашего общества, его не отправили на Марс, он здесь с нами. А наша задача ему показать, как дальше жить, и вернуть его не таким, каким он сюда пришел. 228. 158, часть 3. 111. 158, часть 2, пункта. 111, первое. 207, часть 11. Ну, у меня нехорошо. Да, я не привык к этому слову. Семья. Мама? Мама, по себе, в чем? Я звонил ей, говорю, она просто плакала, и все. Папа. Папа умер. Отца убили. Отца нет умер. Убили. Я думаю, что все-таки все будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...